Всем привет! Здравствуйте! С вами Андрей и Лидия. И тема сегодняшнего видео посвящена немецким дачам. Сколько стоит земля? Кому она принадлежит? Какие условия и законы должны соблюдать дачники? Ну и, конечно же, что они обязаны делать на своих дачах? Об этом и многом другом в нашем видео. Начинаем! Кто чаще всего мечтает о даче? Чаще всего те, кто хочет приблизиться к природе, живя в огромном городе. Есть семьи, которые живут на первом этаже, имеют террасу и маленький огород перед этой террасой. Такие люди чаще всего дачу не берут. Но многие другие хотят на выходные прикоснуться к природе. В Германии существуют абсолютно различные виды дач. Можно купить землю, и тогда никто, даже государство, не может тебе сказать, что необходимо садить или не садить на этом участке. Единственное, чего должен человек придерживаться, это разрешение по строительству в конкретно этом месте. Но есть дачные участки, которые людям не принадлежат. Они берут землю в аренду. В этом случае человек обязательно становится членом клуба садоводов-любителей и должен четко придерживаться правил этого клуба и, конечно же, государственных предписаний. Вы не поверите, о каких только пунктах и правилах не подумало государство Германии. Участок не может быть больше 24 квадратных метров. На дачном участке нельзя проживать постоянно. Но в теплое время года никто не запрещает там переночевать, ведь в законе не указано, в какое время конкретно вы можете находиться на своем дачном участке. Внешний вид дома также оговаривается законом. Причины этого, с одной стороны, в четкой визуализации поселка, а с другой стороны, не должно быть конкуренции, у кого самый красивый дом. Кроме того, в домах должно быть как можно более похожее обустройство, чтобы не возникало неудобств при смене арендатора. Можно ли строить на своем участке дополнительный навес для инструментов или маленькую теплицу, или, может быть, пристроить террасу к дому? Нет, этого делать нельзя. Только после обсуждения с советом клуба, чтобы избежать гнева и недовольства. В худшем случае, может быть, даже выдан приказ о сносе. Можно ли на дачном участке содержать животных? Этот вопрос также надо обсуждать с советом клуба. Даже вопрос о том, можно ли привезти своих домашних животных. То, что разрешено в квартире, не обязательно разрешено на дачном участке. Очень важное правило. Каждый арендатор должен минимум одну третью засадить овощами, фруктами и травами для личного пользования. Но, с другой стороны, некоторые деревья и кусты запрещены. Например, из-за того, что они будут слишком высокими или слишком широкими. Некоторые растения запрещены, потому что они препятствуют выращиванию других садовых растений. Например, хвойные породы чаще всего запрещены, так как гниение хвои приводит к закислению почвы. Из лиственных, например, запрещены дуб, береза, клён, ива, каштан и даже орех. Кусты и те нельзя подстригать, когда вздумается. Например, с 1 марта по 30 сентября на своих дачных участках нельзя подстригать кусты. Дело в том, что как раз в это время птицы вьют гнезда, выводят потомство, и государство их защищает. Разрешено ли ставить на участки бассейн? Постоянный бассейн, установленный в земле, нельзя. Но разрешено мобильные бассейны, которые легко разбираются. Но тут еще маленький нюанс. Вода не должна содержать никаких химических добавок, и арендатор несет ответственность за надлежащее удаление воды. Многие молодые семьи с детьми, покупая дачу, хотят дать детям немного свободы. Но здесь тоже есть загвоздочка. Нельзя всю лужайку заставлять детскими качелями. На некоторых дачах существует еще одно правило. Каждый участок должен предоставить кого-то, кто несколько часов отработает для благоустройства общей территории. И сколько же платят в Германии за эти 33 удовольствия с ограничениями? За аренду, членство в клубе, страховку и дополнительные расходы, такие как вода, электричество, садовники должны платить в среднем от 300 до 400 евро в год. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»